Всем привет, вы на канале StartAndroid, здесь Виталий Непочатов. Продолжаем рассматривать работу с сервисами Firebase в Android Studio. Сегодня я покажу вам как при помощи Firebase стало просто установить рекламный баннер в ваше приложение. Создаем проект. Выбираем шаблон Empty Activity, как обычно. В меню Tools открываем вкладку Firebase. В самом низу списка выбираем пункт AdMob и жмем ссылку добавления баннера в приложение. Открывается пошаговая инструкция. Для начала нужно подключить проект к сервису Firebase. Если вы уже зарегистрированы на сайте Firebase, то достаточно только нажать кнопку. В противном случае вас перекинет в окно браузера для регистрации. Подробнее об этом смотрите в прошлом видео по работе с Firebase. Ссылку вы видите на экране или ищите в описании. Кнопка изменилась на надпись Connected. Проект успешно присоединен. Следующий шаг – добавить нужные библиотеки в проект. Это также делается одним нажатием кнопки. В открывшемся окне подтверждаем добавление зависимости в файл сборки проекта. После синхронизации Gradle переходим к шагу 3. Здесь немного сложнее. Нам нужно сделать некоторые изменения макета главного экрана. Во-первых, копируем директиву добавления пространства имен Ads и вставим ее в корневой Relative Layout в файле компоновки ActivityMain.xml. Далее копируем и вставляем в макет виджет AdView, который и будет отображать рекламу. У нас покраснела ссылка на строковый ресурс, который должен хранить идентификатор рекламного баннера, поскольку в проекте такая строка отсутствует в файле strings.xml. Идентификатор баннера имеет вид, как указано в шаге 5 этого руководства. Мы его можем добавить прямо отсюда, поставив курсор на ошибку и нажав красную лампочку слева. Откроется окно добавления строкового ресурса. В поле Resource Valley нужно вставить идентификатор рекламного баннера. Чтобы получить такой идентификатор, нужно создать рекламный баннер в гугловском сервисе AdMob. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке в описании видео. Процесс регистрации в сервисе AdMob и создание баннера я здесь описывать не буду. В сети есть туториалы, есть справка Google. Кроме того, мы этот процесс подробно рассматриваем в продвинутых курсах, записаться на которые можно на нашем сайте в Android Info. Ссылки есть в описании видео. Если у вас на данный момент нет идентификатора баннера, можете оставить поле пустым. Строковый ресурс будет создан и ошибка исчезнет. Конечно, реклама не будет отображаться, но для данного тестового примера это не важно, и позже вы поймете почему. У вас в любом случае будет возможность проверить работоспособность этого приложения. Итак, у меня строка с ID баннера добавлена. Переходим к следующему шагу. Теперь нужно дописать метод отображения баннера в классе MainActivity Java. Для этого копируем код шага 4. Сначала объявляем переменную класса AdView. Внимательно проверяйте импорты. Затем копируем такой фрагмент кода в метод onCreate. Здесь мы находим виджет баннера в макете по идентификатору. Затем создаем объект класса AdRequest, который содержит таргетированную информацию, используемую для получения объявления. Рекламные запросы создаются с помощью AdRequest Builder. Метод loadAdd получает объект AdRequest и начинает загрузку баннера. Последний метод подчеркнут красным. При наведении курсора на ошибку среда разработки подсказывает, что отсутствует разрешение для доступа к интернету в манифесте приложения. Нажатием на красную лампочку исправим ситуацию. В итоге в манифесте добавляется вот такая вот строка. Это разрешение для выхода приложения в интернет. И переходим к шагу 5, где указано, что мы должны добавить строку с идентификатором рекламного баннера в файл strings.xml, но мы это уже сделали, когда меняли код макета. Осталось запустить приложение на устройстве или эмуляторе и проверить как оно работает. Приложение стартует, баннер показывает рекламу. Если вы не добавляли идентификатор баннера в строковые ресурсы, то у вас баннер отображаться не будет. Далее в уроке мы исправим эту ситуацию. Предупреждаю вас, не кликайте по своим баннерам в приложении. Вас могут забанить навсегда в сервисе AdMob, и вы не сможете больше сотрудничать с Google в сфере заработка на рекламе. Чтобы избежать нежелательных кликов, необходимо добавить в Builder вызов метода addTestDevice, который определяет устройство для тестирования, на котором будет отображен не настоящий рекламный баннер, а тестовый. В качестве параметра этому методу надо передать идентификатор устройства. Найти его очень просто. Запускаем приложение на реальном устройстве и идем в Android Monitor. Фильтруем записи по тегу ads. И находим рекомендацию, которая содержит готовую конструкцию. Метод addTestDevice с идентификатором устройства. Нам остается только скопировать метод с идентификатором устройства в качестве параметра и вставить его в код. Если вы тестируете приложение на эмуляторе, то нужно добавить тот же метод, но уже с другим параметром, константой addRequestDeviceIdEmulator. В результате на устройстве с таким идентификатором, а также на всех эмуляторах будет отображен специальный тестовый баннер. Причем тестовый баннер будет отображаться и у тех, кто в третьем шаге создал пустой строковый ресурс, без идентификатора рекламного баннера. По тестовому баннеру можно кликать абсолютно безнаказанно, при этом будет открываться раздел Google Ads на официальном сайте разработчиков. Еще один момент. Виджет баннера должен корректно работать при разном поведении приложения на устройстве. Для этого нужно синхронизировать его с соответствующими методами жизненного цикла Activity. Подробнее о жизненном цикле Activity и его методах мы говорим в уроке 23 курса основ разработки Android приложений. Ссылка на экране и в описании. В методе onResume, который вызывается в момент, когда Activity появляется на экране и готова к взаимодействию с пользователем, мы вызываем метод Resume у виджета AddView. Этот метод восстанавливает видимость баннера. Когда Activity приостанавливает работу, вызывается метод onPause. Здесь мы вызываем метод Pause у виджета. Он приостанавливает отображение баннера. И в методе onDestroy, который срабатывает при уничтожении Activity, также уничтожаем AddView методом Destroy. На этом наш урок закончен. Более подробно мы рассматриваем работу с рекламными баннерами в продвинутых курсах, подписаться на которые можно на нашем сайте в Android Info. А если вы хотите научиться работать с рекламными баннерами других форматов, таких как межстраничные баннеры в приложении, подписывайтесь на продвинутый курс по созданию приложения для канала YouTube. В процессе курса вы сможете создать полноценное приложение для вашего канала на YouTube, загрузить его в маркет Google Play и встроить в него два вида рекламных баннеров – стандартный и межстраничный, или Interstitial. Ссылка на информацию о курсе под видео. А я прощаюсь с вами до следующего урока, где мы продолжим работать с Firebase в Android Studio. С вами был Виталий Непочатов. Всем добра! У вас в любом случае будет возможность проверить работоспособность приложения. Предупреждаю вас, не кликайте по своим рекламным баннерам в приложении. Накликайте беду. Нет, не так. С вами был Виталий Непочатов. Всем бобра, всем бабла, всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok